Привет! Наши идеи надо как-то тестировать и вообще понимать, что в них, разумеется, могут быть ошибки. И их надо как-то находить. А для этого мы создаем прототипы и после проводим юзабилити тестирование с пользователями, выдавая им какие-то задания. Такое тестирование проводится с целью определить, удобен и эффективен ли интерфейс с привлечением целевой аудитории продукта. Это важно запомнить. Юзабилити тестирование вообще всегда дешевле разработки, поэтому тесты нужны всегда. Больше тестов — богу тестов. Чтобы понять, почему в продукте в целом низкая конверсия, почему пользователи часто обращаются в службу поддержки или пишут просто плохие отзывы в App Store и Google Play. Еще тестировать можно и нужно, если хочется, допустим, сравнить твой продукт и продукт конкурента. Или узнать перед разработкой нового какого-то продукта, то какие вообще потенциальные проблемы, ошибки могут возникнуть у людей. В общем, юзабилити тестирование помогает оценить навигацию, хватает ли человеку информации на странице или в конкретном блоке. Также оно помогает оценить понимание текстов и то, насколько понятны другие элементы интерфейса. Кнопки, меню и т.д. Помимо этого, с помощью тестирования можно сравнить качество старого и нового интерфейсов, тем самым убедиться, что надо или не надо что-то такое менять, потому что что-то можно сломать и полетит конверсия вниз. И в целом тестирование также помогает оценить скорость выполнения задач и эмоций, которые возникают у людей. Это вообще целая дисциплина и в рамках одного видосика такую тему мне не закрыть. Однако я дам базу, чтобы ты понимал, как сделать юзабилити тест на коленке. И ссылки в описании под видео будут для ознакомления, что это такое. В общем, проводить юзабилити тестирование можно в виде модерируемого теста, т.е. когда ты сидишь рядом с пользователем, выдаешь им прототип и задачи, следишь за их выполнением и общаешься в конце, задавая вопросы и все это происходит, к слову, под запись. Аудио видео с его экрана и вебки. Или немодерируемого теста, т.е. когда ты даешь ссылку на прототип в специальном сервисе пользователям. В этом сервисе ты создаешь задачи, а пользователи пройдут по ним. При этом ты даже можешь очно наблюдать за тестом, созвонившись с пользователем по видеосвязи и все это записывать. Или же удаленно, т.е. после того, как ты загрузил прототип, в специальный сервис дать задание и после просто получить сводку по тесту от сервиса. Отсюда логичный вывод, что модерируемое занимает больше времени, поскольку тебе надо поговорить и показать лично каждым пользователям в тесте прототип, а также найти место, где никто не будет мешать в офисе. А немодерируемые тестирования снижают затраты по времени и деньгам. Но опять же, любое и какое-никакое тестирование даже на коленке полезно, чем его отсутствие. И это дешевле, чем разрабатывать продукт или какую-то его функциональность. У всего есть плюсы и минусы. И я честно скажу, что не использовал сервисы по удаленному юзабилити тестированию. Более того, я даже не участвовал в них сам, наблюдая за процессом в подобных сервисах. Поэтому не могу ручаться за их плюсы, минусы и достоверность. И поэтому я могу советовать только то, что пробовал, а это просто проводить тесты очно и модерировать тест с пользователями, находясь в офисе или просто созваниваться удаленно по видеосвязи, давая им просто доступ к прототипу или сайту. В общем, все в таком духе. Отсюда давай разбираться. Когда нужно проводить тест и что нужно для проведения юзабилити теста? Проводить нужно тогда, когда ты с командой просто видите проблемы какие-то с текущим сайтом. И тестировать в таком случае логично нужно сайт. Или тогда, когда ведется разработка новой функциональности или целого нового проекта. В таком случае тестировать нужно прототип. Тестирование не надо проводить, если ты с командой уже поняли, что все плохо и ужасно. И нужно как-то срочно менять, бежать всю концепцию всего продукта, всей функциональностью и все ужасно. А что касается этапов, если обзорно рассмотреть весь список этапов юзабилити тестирования, то нужно сперва определить проблему и сформировать гипотезу. Затем нужно сделать прототип. После этого нужно написать план тестирования. После найти каких-то пользователей, которые будут проходить тесты и задания выполнять. Затем провести его, наблюдая за действиями пользователей. А в конце ну, собственно, задать вопросы, зачем я кулак зажал. В общем, задать вопросы и проанализировать результаты. Тестировать всегда нужно, имея цель или гипотезу. Сформировать гипотезу и вообще найти проблему можно из данных системы аналитики, отзывов пользователей, результатов опросов или интервью с потенциальными или текущими настоящими пользователями, ну или стейкхолдерами. Поэтому задавайся вопросу перед стартом. По типу, что для тебя вообще будет важным в этом тесте? Какие роли пользователей или задачи ты хочешь протестировать? На что надеешься? То есть, что надеешься узнать или зафиксировать? Возможно или даже наверняка тебе будет интересно, как быстро пользователь прошел сценарий, как часто ошибался, сколько задач удалось ему выполнить и вообще, насколько он удовлетворен результатом. Допустим, видит, ну как часто он видит или не видит, кнопку, ссылку, заголовок, раздел и сколько вообще таких пользователей. Ну совокупно. Поскольку, ну это лишь количественные показатели, чтобы понимать, лучше ли это решение, чем текущее. Поэтому в дополнение к этому у тебя должны быть заготовлены еще и вопросы, ну после теста, который ты задашь на выяснение причин и так далее. Качественные, в общем, показатели. Для всего этого, конечно же, нужен план. План теста, потому что тестировать всегда нужно по сценарию, а не думать о том, а вот какая кнопка нравится, ну для тебя, тебе больше. Для этого нужно моделировать ситуацию. И пример как надо и не надо, давай сразу разберем. Не надо говорить, что вот на экране есть кнопка и просить людей найти на экране кнопку. Надо сказать человеку, что вот тебе страница товара в категории планшеты. И ты хочешь сделать подарок своему, ну условному другу гику. Для этого, ну ты решил заказать планшет на 128 гигабайт. Окей. И там и там, в общем-то, человеку-то надо найти кнопку заказать, но я смоделировал конкретный план и ситуацию, чтобы участник теста был вовлечен. Если бы я хотел просто оценить информационную архитектуру сайта или что-то там попросить его найти, то я бы дал задание на поиск или фокусировку. Например, явно бы указал на фильтрацию товаров по объему памяти. В ролике про прототипирование я уже говорил про сценарии, но повторюсь еще раз, что надо выбирать самые важные сценарии и тестировать то, что наиболее приоритетно для продукта, бизнеса и пользователей. И вот мы записываем задание. Выбор планшета. Ставим начальное состояние. Страница товаров планшеты. Хотя можно начать с главной страницы сайта, собственно, если в прототипе это есть. Или если вы тестируете, ну как раз таки с командой на настоящем сайте. Даете описание, типа вот вы собираетесь заказать планшет другу в подарок. Вам необходим планшет на 128 гигабайт. Подберите для друга планшет и положите в корзину. Ну тот, что понравится. Вообще цель всех вот этих заданий, что ты будешь вообще придумывать, склоняется всего к трем вещам. Просто изучению того, насколько понятен или непонятен интерфейс. Затем к проверке, насколько просто найти что-то или выполнить в интерфейсе. А после, собственно, что-то сравнивать или анализировать. Например, сравнить два товара, тарифные планы, данные из двух датчиков и так далее. И что далее делаем? Мы пишем, что будет являться эффективным решением задачи. Например, пользователь вообще смог самостоятельно подобрать товар. Вторым пунктом можно, например, записать, понял ли, каким образом работают те самые фильтры товара. А третьим пунктом можно записать, что он понял, каким образом положить этот товар в корзину. Потому что, ну, всякое бывает. Как я ранее говорил, у тебя должна быть цель или гипотеза. Почему ты вообще хочешь, собственно, провести этот тест? Например, это можно записать вот в том же плане, ну, как-то так. А ты предполагаешь, что у людей будут, ну, трудности с поиском раздела планшеты. Или ты предполагаешь, что они не заметят фильтрацию товаров. Или они не поймут, как добавить товар в корзину. Можно даже выдвинуть гипотезу, что какие-то полезные очень функции на сайте вообще не замечают люди и избавиться от них. После составления такого плана, ну, плана теста, да, нужно заранее сготовить вопросы. Например, как вы считаете, удалось ли вам найти нужный раздел? На ваш взгляд, название раздела является понятным, очевидным? Что было удобно или неудобно при, собственно, выполнении вот этого задания конкретного? Все ли формулировки были понятны? В заголовках, текстах, меню, кнопках и так далее? Много ли шагов вообще понадобилось, как ты думаешь, пройти, чтобы найти этот раздел? Удалось ли найти нужный товар? Какие трудности были при подборе товара? Если были, то какие? Расскажи, пожалуйста. Сложно ли было добавить товар в корзину? Если человек вообще, допустим, не справился с задачей, то можно спросить, ну, где бы ты хотел видеть этот раздел и доступ к нему? Как видишь, все это не занимает много времени. Главное, это наличие гипотезы или цели, так как важно формулировать четкий результат, который хочешь получить от тестов. В общем, после нужен прототип и план тестирования после этого, который состоит вот из таких заданий. В каждом задании тебе нужно просто написать сценарий, определить успешный критерий его выполнения и метрику, по которой ты будешь, ну, в принципе, понимать результат, хороший, плохой и так далее. Например, если все тестируемые пользователи в упор не видят фильтрацию по объему памяти в категории планшетов, то это повод задуматься, так как метрика, время на выполнение задачи тут явно возрастет. Измерять можно, как я уже сказал, по критерию, сколько человек справилось или не справилось, сколько ошибок, ну, было, сколько времени вообще понадобилось на то самое выполнение какого-то задания. Отклонился ли вот от идеального сценария твоего? И если да, то какая была последовательность действий? Или, понятно ли, были вот все надписи? Меню, кнопки, тексты и так далее. Параллельно с написанием вот этого плана надо начинать поиск корреспондентов, участников теста. Обычно это от пяти до восьми или двенадцати человек на какой-то сегмент аудитории. Чтобы понять, откуда это число, я оставил ссылку в описании под видео, прочитай статью, пожалуйста, там. Ну, так будет просто эффективнее, там все расписано, а видео будет просто короче. Но если коротко, то чем больше людей, тем больше одинаковых ошибок они будут находить, и меньше новых. Поэтому тебе не нужна куча народа. Ну, просто для поиска наиболее часто встречающихся ошибок или проблем в прототипе или на сайте. В общем, найти людей поможет клиент, на которого ты работаешь, и у которого могут быть уже потенциальные или текущие пользователи реальные. А если такой возможности нет, то если продукт существует, и у него есть пользователи, надо сделать рассылку. Или поставить баннеры на сайте, что можно поучаствовать в специальной программе тестирования. Можно кстати найти людей на сайтах по поиску подработки. Или в социальных сетях поискать. Или в конце концов провести коридорное тестирование. Классный метод, с какой-никакой точки зрения посмотреть. Что это такое? Коридорное тестирование — это когда ты просишь просто ближайших людей пройти тест, чтобы просто убедиться в том, что интерфейс понятен. Такими людьми могут быть коллеги по работе, которые не втянуты в разработку данной функциональности или вообще случайные люди. Которых ты можешь встретить, выйдя из офиса, в столовку, кафе, на улицу или коридор. Это и есть коридорный тест. Подробно про этот вид теста есть ссылка в описании под видео. Там даже видео есть с примерами. Чтобы вообще отсеять ненужных людей данным, можно проверить их, просто банально дать анкету, заполнить или провести опрос. В подобных тестах, опросниках и анкетах надо составлять вопросы о продуктовом опыте пользователя, чтобы отсесть сразу тех, кто вообще не сталкивался с вашим продуктом и тематикой сайта. Согласись, что странно звать на тестирование кассира, если твой проект связан с продажей автомобильных тормозных колодок. Также в анкете должны учитываться социальные и демографические показатели. Опять же, если продукт нацелен на премиальную аудиторию, то охранника, извините, но странно звать. Согласись. И вполне нормально третью категорию вводить вопросов про компьютерную грамотность. Ведь если мы проектируем, к примеру, какую-то программу, софт, веб-приложение про менеджмент задач, то нам нужны люди, которые не умеют пользоваться, нам не подойдут. Ну там софтом схожим и компьютером в целом. Логично. И вот у тебя есть гипотеза и прототип. Ты написал план тестирования и нашел пять человек. На выбор у тебя есть варианты. Там позвать каждого в офис по отдельности и провести собственно тестирование лично. Ну или созвониться с ними по видеосвязи. Дальше, не важно, что из этого ты выберешь, но собственно, что дальше. А дальше нужно рассказать пользователю, что происходит. Так сказать, ввести его, дать ему вводный инструктаж, в котором ты представишься, объяснишь каждое задание, предупредишь обязательно, что будет запись, попросишь на это разрешение и попросишь вслух комментировать происходящее. То есть, что человек видит в прототипе, что понимает из того, что видит, что хочет сделать, чтобы выполнить задачу конкретную. И так в течение всего теста. По ходу интервью тебе нужно просто делать заметки, прям как стенографист, фокусируясь на том, что делает пользователь в данный момент. Делать это нужно быстро и для каждого задания. Поэтому учись сокращать слова. То есть, ты можешь использовать какой-то буквенный код. Ну, использовать буквы. Например, ставишь букву N, и это для негативных моментов, каких-то во время выполнения задания у пользователя. P для положительных. R, когда он дает тебе рекомендации, пишешь рекомендации от участника. U для проблем с юзабилити. Букву E, если были какие-то эмоции и так далее. В общем, придумать такую кодировку из букв несложно, и можно даже рисовать какие-нибудь символы. Тот же плюс или минус для положительных или отрицательных моментов. Главное, чтобы записи сопровождались тайм-кодами или временными метками. Чтобы при анализе записи было понятно, на что смотреть. Важно не подсказывать, не перебивать, не спорить с пользователем во время выполнения заданий. После интервью, собственно, задашь уже вопросы. И, собственно, о них я уже говорил. В конце просто попрощаться нужно и повторить с другим пользователем. После тестирования тебе нужно проанализировать и составить отчет по нему, собственно. Для этого нужно использовать свои заметки, аудио, видео, записи, интервью. То есть нарезать моменты, которые важны для отчета. И после этого представить эти данные команде. Ну, при анализе тебе нужно просто обращать внимание на те моменты, когда пользователь понимал задачу, но не понимал, как ее решить. Или когда, опять-таки, он понял задачу, но пытался ее решать по-разному и делал несколько попыток для ее решения, собственно. Также, когда он не смог решить задачу и прекратил даже пытаться. Или когда он выполнил задачу, но не ту, которую ты поставил. Когда он выражает удивление, удовольствие или разочарование и замешательство при взаимодействии с интерфейсом, помечай это. И, ну, когда говорит, допустим, что что-то там неправильно или непонятно и предлагает внести какие-то изменения, комментарии, рекомендации, вот это все. И все? Вот такое вот оно юзабилити тестирование. А я ведь затронул эту тему лишь в основах. На самом деле это целая дисциплина для отдельной профессии. Ну, а это касается лишь больших компаний и корпораций. На начальном этапе тебе нужно лишь понимать, что это такое и как быстро провести вот такой вот небольшой юзабилити тест на коленке. Для этого нужно сперва повторить. Сперва определим проблему и сформируем гипотезы. Затем сделаем прототип. После этого нужно написать план тестирования. После найти пользователей. Ну, в количестве я уже назвал каком. Затем, собственно, провести тест. А в конце задать вопросы и передать результаты команде. Вот и все. На сегодня все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok